На месте приземления Юрия Гагарина и развернулись основные торжественные мероприятия. На 54-ю годовщину полета человека в космос в Саратовскую область приехали друзья и коллеги первого космонавта. Как отметили праздник в этом году, расскажет Екатерина Ковальчук. В небе над Гагаринским полем показательные выступления парашютистов. Свой юбилейный шеститысячный прыжок мастер спорта СССР Валерий Кучер посвятил Юрию Гагарину. Говорит, несмотря на то, что уже несколько десятков раз прыгал над этой местностью, совершать прыжок в День космонавтики – большая ответственность. Приятно, что мне, например, доверили этот прыжок, потому что тоже, опять-таки, не всех пустят сюда прыгать. Поэтому раз мне доверили, я уже от этого только уже приятно мне. Для жителей области этот праздник имеет особое значение. Юрий Гагарин учился в Саратове и по стечению обстоятельств его путешествие в космос закончилось приземлением именно на Саратовской земле. Одним из первых первопроходцев вселенной 12 апреля 1961 года увидел Евгений Федяев. В этот день, по воспоминаниям летчиков, в Саратове и Энгельсе улицы были переполнены людьми, скандировавшими «Ура! Юрию Гагарину!». Все человечество радовалось, что это человек, про них неведомое, он всегда стремился что-то познать. И вдруг наш советский человек, простой старший лейтенант, молодой парень, совершил такой подвиг. Все гордились этим. Я бы даже сравнил его подвиг с подвигом участников войны. Праздничные мероприятия на месте приземления Гагарина посетили несколько тысяч саратовцев. Шквал эмоций у зрителей вызвало пятиминутное выступление пилота, вертолета, общества, содействия армии и авиации. В рамках программы зрители смогли увидеть показательные выступления отряда спецназа, запустить в небо модель самолета и возложить цветы к памятнику первого космонавта Юрия Гагарина. Екатерина Ковальчук, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.